Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцарф, и это новое видео ПРФ Final Fantasy 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами побывали в пещере, в подводной пещере. Вот, и я говорил о том, что что-то я не понял, я не нашел еще несколько сундуков. Ну так вот, и нашел я их все-таки. Как оказывается, они были в очень странном местечке, я на него сразу внимания не обратил. Ну сейчас, ладно, посражаемся вот с этими ребятками. Нет, тут оказывается еще один тип монстров увидел. Который доселил еще. Но это не суть. Еще мы победим по-быстрому. Жезлом света накидаем немного урона. Дважды. Ледяной столбик должен помочь нам еще тоже. Ну и понадеемся на Ингуса, что он справится, что он молодцом. Ой, я же тьму использовал. Он-то справится, но зря я использовал тьму. Ну ладно, не суть. Не суть. Так, 2340 гилей, 3300 очков опыта. Окей. Давай, малеха, хильнемся. Потому что дальше будет немного жестко. Но не суть. Вот оно место это. Ну давай, начнем с этого. Трезубец, но это ловушка. Первый монстр. Кто ты? Перитон. Ну я думаю, как-нибудь мы с ним сейчас справимся, да? Ледяной жезл. Ну, перитон. Не знаю. Мне кажется, что это должно быть как-то так. 1090. Приливной водоворот вряд ли поможет. Помог. Неплохо. Окей, ладно. Это был предмет Трезубец. 2400 и 2400. Окей. Так, давай вот этот. Щиты-гиды, но это ловушка. Снова. Кто на этот раз? Вот он, дракон. Я про него в прошлой серии говорил. Дракон-зомби его зовут. Не будем сильно с ним заморачиваться. Убьем его сразу. Кстати, проверим еще одну тему. Мне не жалко будет чисто проверить. На всякий случай жезл света и обычная атака. Просто мне интересно, что первый используется. Здесь-то понятно, жезл света. Если что, у него 11000 хп. Мы, в принципе, и так его можем завалить. Но не хочу. С ним мучиться. Кстати, мне жизнь не дали использовать, поэтому забьем. Так, 2880 гилей, 3750 очков опыта. Арт повысил уровень. Окей. Так, здесь у нас что? Молот тритона. Но это тоже ловушка. Окей. О, с тобой мы уже виделись. Ты размножаешься, я помню. Так, давай мы тебя как-нибудь сейчас по-быстренькому шваркнем обо что-нибудь. Чтоб тебе не понравилось. И пойдем дальше. У него там где-то в районе 3000 хп. Ледяной столбик. До свидания. Приятно было снова встретиться. 945 гилей, 255 очков опыта. Окей. Ну и последний ящичек. Что в нем? Лата отражения. Но это тоже ловушка. И кто у нас здесь? Ты кто? Выглядишь мирск. Смертельный клешник. Ладно. Природа. Жизл света. Еще один жизл света и атак. Я не знаю, что это за смертельный клешник. Не такие. Но я не думаю, что он переживет нашу полную магию атаку. Ведь так. Ведь так. Да. Все верно. Окей. Не, ну это было не сложно. 680 гилей, 1875 очков опыта к статью. Аленов повысил уровень, провисил ранг профессии. Рефия повысил уровень, Ингус тоже повысил уровень. Окей. Все, теперь нам здесь точно делать нечего. Можно спокойненько уходить. Так что делаем магия. Арк. Телепорт. Возвращаемся к нашему кораблику. Поднимаемся наружу. Сейчас залетим в одно местечко, где мы можем бесплатно поспать. Ой. А может и не полетим. Там до ведра идти далеко. Мы вроде не сильно таки просевшие после этих боев. Хотя, в принципе, все равно поспать бы надо было бы. Далеко там долетать-то до него? Вопрос. Что-то я даже не знаю. А стоит ли? В деревню. Ой, не в деревню, а в поместье Доги. Значит, по-хорошему можно вернуться. Нет, далеко лететь не хочу. Тем более, у нас вроде все в порядке, да? Да, у нас все в порядке. Не будем мы. Заморачивался по этому поводу. У нас тут еще храм времени. Предстоит изучить. Не перелетел я его еще? Перелетел чутко. Не суть. Здесь спускаться ты не хочешь. А здесь нормально, да? Окей, давай. Подводный мир, так скажем. Отправляемся вовнутрь. Ну и побежали. Первую дверку мы открывали уже. Да, она открыта. Там лежали какие-то предметики странные, поэтому пошли отсюда. Здесь нам делать нечего. Во второй дверце тоже мы были. Там тоже ничего уже интересного нет. Ведь были же. Естественно. Тут тоже сундук мы забирали. Пойдем отсюда. Здесь нам тоже делать нечего. Нам там не рады. Значит, сейчас спускаемся в водичку. И идем дальше. Тут тоже, по идее, должна быть целая куча монстров всяких странных. Но пока я не буду об этом заикаться, поэтому не знаю. Точно не уверен. Так. Сундук. Лежит защитник. Что такое защитник? Вызывает заклинание защиты. А урона-то вагон. Блин, ну кровавый меч меня хилил. Но тогда урона будет миллионы. Да, наверное, так я и оставлю. Не буду особо умничать сейчас заморачиваться. Мне кажется, так будет нормально. Так. Идем дальше. Спуск вниз. Погодите-ка, поднимите-ка меня наверх. А вдруг там двери были неоткрытые? А, нет, не было. Окей. Тогда пойдем ниже. Окей. Так, тут снова спуск в воду. А вот и дверка неоткрытая. Конечно, откроем. Волшебный ключик. Поехали. Тут где-то должен быть заныканный сундук. Да-да. Алмазные латы. К чему-то меня готовят. Засыпают алмазными шмотками. Очень интересно. Тут я так понимаю, пофиг где спускаться. Да емае. Дай пройду. О, еще одна дверь. Если на меня нападать перестали. Немного странно. Ну ладно. Их дело. Два сундука. Алмазные наручи. Нож бегемота. Ну-ка. Нож бегемота. А я не могу его, кстати, ставить ему. Ему только дагу могу надеть. Что за нож бегемота? 78-мой атаки, кстати говоря, на секундочку. Нож ветра 89. Ну слушай, можно неплохого было собрать себе товарища вора. Мне кажется. Ага, все-таки напали. Добухтелся. О, ты кто, бегемот, что ли? О, точно, бегемот. Здорово. Я с тобой в последний раз виделся в ФФТ. В тактисе. Не там ты был очень даже неплохо. Подожди, или в семерке и в восьмерке мы тоже виделись с бегемотом. Не помню. Режущий вихрь. Давай. Даже интересно. Сильно это и нет здесь. Вроде кто-то мне говорил, что в третьей я настрадаю с ним. Или в четверке я должен настрадаться с этим монстром. Не помню точно. Похоже, все-таки в тройке. Похоже, все-таки в тройке. Ну, меня предупреждали о том, что он довольно жесткий. Я помню то, что что-то такое было. Давай мы его какой-нибудь молнией третий бахнем. Нормально так, чтобы было. Чтобы ему действительно понравилось. Ого, подхилялись. Постучим ему по голове колокольчиками. На 1200. Осадим ему немножечко молний. 1000 на 2. А, не точно на 1300 всего. Ах ты ж, е-мое какое, а. Эй, люн, ты оставь в покое, друг мой. Смотри-ка, он еще и выжил. Серьезный малый. Серьезный малый, ничего не скажешь. Дрефия, давай-ка мы сразу на него филочку и обычную атаку. Ага, почему сильное зелье применилось раньше? Так при чем еще и на арка? Ммм, какая красота. Да. Ну ладно, здесь хотя бы все выжили. На этом ходу. Ты, может, помрешь сегодня, нет? Ты что-то мне начал понадоедать. Плохой монстр. Хм. Серьезный малый. А что по опыту? 4668 гилей, 1725 очков опыта. Неплохо. Арк повысил ранг профессии, Рефия повысила ранг профессии, Ингус тоже ранг профессии повысил. Да, неприятный монстр. Максимально неприятный малый. Учту, что встреча с бегемотом это такое. Так, ладно, а в противоположной стороне тоже, по идее, такая же дверка, да? Еще, как назло, такой же будет бегемот, да? Фу. Где? Так, тут у нас... А тут у нас спуск вниз. Фига себе. Подъем наверх. Кто нападает? О, ну вы... Вас я помню. Еще из прошлой серии. Я помню вас. Вы такие себе, ребятки. Вас просто физухой надо мочить. Мочить физухой. Вы очень этого не любите. 4100. Офигеть. Удар молний, конечно, неприятная штука, но не смертельная. Причем, если использовать таких типков, как... Как они? Копейщики-то эти. Как их зовут-то? Драгуны его. Если использовать драгунов, то вообще все будет прекрасно. Драгунов, извиняюсь, наверное. Все-таки. Ладно, 1845 отюгелей, 2360 очков опыта. Золотая иголка получена. Давай сначала сюда. Здесь тоже дверь. Естественно, она заперта. Как без этого? Сундук. Алмазный щит. Ну, блин. Алмазные щиты меня не интересуют. Я щитами не пользуюсь. Хотя, наверное, зря не пользуюсь. Может быть, в них тоже есть какой-то смысл. Сакраментальный. Так, а здесь у нас что? По-любому тоже что-нибудь полезненькое лежит. Ну, должно как минимум лежать. Лютня. Легендарная лютня Ноя, запечатанная во времени, начинает играть спокойно мелодию, звук которой проникает глубоко в сердце. Ну, ладно. Мелодия так мелодия. Получено. Так, а что здесь все? Больше ничего не будет. Мне столько ключей, блин. Намекнули взять, а в итоге я мог справиться и с тем, что у меня было. Может, я просто не все осмотрел? Я же, в принципе, не удивлюсь, что я не все осмотрел. Я внимательностью особенно не отличаюсь. Вполне возможно, что я что-то пропустил. Да, что-то я все-таки допропустил. Что-то я все-таки допропустил. Надо будет еще раз сейчас осмотреть данное местечко. 1295 гилей, 1720 очков опыта. Интересно, где и что я пропустил. Может быть, даже где-нибудь здесь. Нет. Здесь тоже нет. Ну и здесь тоже вряд ли. Ладно, хотя бы я получил лютнюю. Уходим отсюда, ладно. Так, а здесь точно нигде больше нигелир дверей нет. Сейчас потихонечку будем возвращаться к началу и осматриваться. Я думаю, в этом будет хоть какой-то смысл. Что-нибудь да найдем. По-любому. Немножко подпалим, крылышки, дамочки. Уроним. Есть ледяной столб на голову. 501. Ну, неплохо на самом деле. Хороший урон. А мы в ответочку ей. Убили ее. Окей. Кстати, первый раз, когда мы с ней встретились, было не особо приятно. 610 гилей, 820 очков опыта. Люна повысила профессии. И все. Грустненько. Так, значит, нам куда-то сюда, да? Или погодили, откуда мы вылезли? По-моему, отсюда, да. Сундук здесь забрали. Здесь была лестница. Может быть, просто в какой-то еще из дверей была и другая лестница? А, это, получается, мы в самое начало пришли. Здесь опять виверна. Который много ума не надо, чтобы убить. Бах. И все. А у нее, смотри, кого-то раз пережила. А, мы же ее всегда природу убивали. Я вспомнил. Тогда неудивительно, что она пережила эту атаку. 1300 гилей, полторы тысячи очков опыта. Ну, окей. Пойдем в самый-самый низ карты. Ну, а в самом-самом низу карты... Ничего нет. Короче, где-то я что-то пропустил. Немного странно. Так, 1300 гилей, 1720 очков опыта. Окей. Я, короче, понял. То, что я немножечко слепой. И все-таки много чего не проверяю. Давай назад. Нам нужно на самый-самый нижний этаж. С которым мы только что поднимались. Где мы люднюю нашли. Там все куда проще. 1300, 1720. Так. Пустите меня вниз. А в какую я дверь стучался? А, так не в какую. Вот сюда я спускался. Не здесь стучался в правую дверь. Я жгу и внимательностью особо не отличаюсь. Молнию на голову. Давай еще одну молнию на голову уроним. И мечом добьем, да? На, там даже меч не нужен. Окей. 1300 гилей, 1720 очков опыта. Окей. Спускаемся ниже. На одном из этажей есть секретный проход. Прямо за водопадом. Только вот за каким водопадом я пока не имею никакого понятия. Специально увеличил, вдруг не увижу. Естественно, меня кто-нибудь нападет, а это у нас... А ты кто? Дракон. В седьмой части драконы не особо были дружелюбными, скажем честно. Насколько мне помнится. Да они и в этой части, скажу честно, не особо дружелюбные. И нам могим насрать. Максимально. Слушай, он живучий. Давай его просто по голове постучим. Звеним, так скажем. Ну, да. Магами стучать по голове такое. Такая себе идея была. Пламя. Ага, понятно. Не очень приятно было. Ты, может, помрешь? Нет, сегодня. Я бы оценил. Если бы ты просто взял и помер. Блин, Буран была самая глупая идея использовать. Ты посмотри на него, какой он живучий. Ху, умер. А я фу, хп. Ура. Так, 9000 гилей, 1800 очков опыта. Арк повысил ранг профессии. Рефия тоже повысил ранг профессии. Ингус тоже повысил ранг профессии. Тут тоже нет. Так, стоп. На самый верх снова. Еще один дракон. Ладно. Давай еще раз. Только вот раз немного посерьезнее к этому отнесемся. Я могу только на одного кидать защиту, да? А почему ты в первом ряду вообще? А, все потому что ты не в первом ряду, я понял. Что-то меня сейчас глюкануло немного. Ну ладно, не важно. Да, приливной водоворот, конечно, это было сильно применить. Ну что, самое главное, заблаговременно. Угу. И было бы на кого на самом-то деле. Угу. Ладно, природа. Атака. О, какая атака обычная? О чем я? Вещи. Ледяной жезл. Огненный жезл. Обычная атака. Опять приливной водоворот. Ну ты серьезно? Если в первый раз не прокатил, то его второй раз не прокатит, наверное. Надо же понимать. Ну и сейчас он помрет, да? Ну да. Насколько же это было очевидно. Блин, последняя жизнь осталась. Фиг, новенькая, что я могу сказать. Это кого второй удар? Давай второе лечение на всех. Не знаю, здесь черная магия. Пускай это будет молния 3. Я так. Давай ингуса. Ох и свинья ты, дракон, а. Ох и свиньота. Так еще и выжил. Давай в этот раз только не используй. Раньше, чем нужно. Да ему. Ты серьезно? Рефия. Ну зачем? А вот и ингус прилетел. Наконец-то. Он умер. Блин, драконы жесткие. Но зато 9 тысяч гили и 1800 очков робота. А Леонард повысил ранг профессии. Хоть в этот раз не помер. А лечилочки заканчиваются. По идее должно быть здесь. Вот оно. И вот он спуск. Длинный-длинный спуск. Естественно меня нападут. Хм. Ну с вами мы уже справлялись. В принципе, ой ладно. Минус один. Главное, чтобы у меня на телепорт одной магии хватило и все. Это самое главное. Потому что мы за последними четырьмя сундуками вроде как идем. Или тремя, или с четырьмя, я точно не знаю. 1845 гилей, 2360 очков опыта. Ингус повысил ранг профессии. За тремя. Кровавая пика. Защитное кольцо. И арфаламии. Все. Да. Вот. Только я хотел сказать, что теперь мы можем отсюда сваливать. На меня напали. Давай, Ингус, добивай их всех. Зря я использовал Ингуса. С его тенью. А, нет, не зря. Не зря. Окей. 1910 гилей, 2540 очков опыта. Арк повысил уровень. Молодец, Арк. Умничка. Все. Теперь используем магию. Телепорт. Все. Сваливаем отсюда. Здесь мы сделали все. Ну, что, всплываем. Ну, и там, где мы сохранялись в прошлой серии, там же мы сохранимся и в этой. Потому что в следующей серии мы пойдем пробуждать эту дамочку. Давай. Здесь же сохраняемся. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.